Фирменный стиль компании, предоставляющий образование за рубежом. Добрый день, уважаемая комиссия. Хотела бы представить свой проект дипломный. Тема моего проекта – фирменный стиль компании, предоставляющая образовательные услуги за рубежом. Главная цель моего проекта является создание фирменного стиля для компании, занимающейся образовательными услугами, создания положительного имиджа, разработка оригинальной идеи и привлечения посредством интересного дизайна клиента. Главная идея заключается в том, чтобы создать пунктальный, яркий, востребованный директорный стиль. Чтобы зацепить чем-то новым и свежим, для этого я использовала графику, специально сделав ее нарочито-шероховатый, неровный и стилизованный. Ну, вот тут, собственно, главная задача. Делать целевую историю дизайна, каким-то интересным дизайном. И отличиться от фирмы-конкурентов. Тут у меня появился вопрос изначально, когда я начинала заниматься своим проектом, где же хотят учиться студентам? То есть, самые популярные страны, куда хотят поехать студенты. Тут пришлось прибегнуть к статистике. Вот, мы собрали небольшую статистику, из которой видно, что самые популярные у нас три страны, мы выделяем это Англия, Франция и Италия. В Англии это университет Оксфорд, во Франции это Сорбонна, и в Италии университет Марангон. Источники вдохновения. Ну, это, естественно, путешествия и достопримечательности. Название компании, как вообще она появилась. Это английская аббревиатура, по-русски читается она как СМАПС. Переводится Smart People and Service, то есть умные люди и услуги. Логотип, как создавался логотип. Вот за основу я взяла знак метро в Лондоне, я его сама отрисовала, и планету Земля, как символ всех возможностей компании. То, что компания может отправить в любую точку мира учиться студента, куда он захочет. Разработка графики. Вот графику всю я отрисовывала сама от руки. Она специально такая немного неровная. Я считаю то, что она может привлечь потенциальную целевую аудиторию, то есть студентов. Графика была отрисована от руки и сканирована, и уже приведена на компьютер. Цвета. Почему я выбрала именно эти цвета? Ну, во-первых, черно-белые цвета — это классика, это всегда модно, стильно. И потом к этим цветам подходят и другие. Ну, все вообще всевозможные цвета к черному и белому. Голубой акцент. Ну, с голубым цветом у меня такая история, то, что я посчитала, что есть даже такое выражение, а голубая мечта. То, что компания может исполнить вашу мечту. Отправить учиться за границу. Потому что многие студенты мечтают об этом. Действительно, получить зарубежное образование, как бы оторваться от родителей, может быть, даже самостоятельно жить за границей. Коричневый цвет, он, скорее всего, оттеняет голубой. Ну, и он такой сдержанный, приверженный, дисциплинированный. Как школьная форма. Можно вот с этим даже сравнить. Мой проект состоит из деловой документации, в которой представлена фирменная папка, бланк, блокнот, визитки, бейдж и конверты. Рекламная и подарочная продукция. Вот, хотела сказать по поводу подарочной продукции. Она у меня не представлена в презентации. Это шоколадки и кружки. Шоколадки, ну, мы уже как бы эту идею с Александром Александровичем разработали немножко больше. Я уже там, ну, напечатала планшеты. Вот, мне показалось, это хорошая идея. Шоколадки как подарочная продукция, которая дается студенту. И он берет ее с собой в поездку в длительную. Может подкрепиться ей. И на этикетке будет разработан план, его маршрута. Вот как раз про разработку маршрутов до университетов. Но были разработаны мини-схемы проектов, заявленных в дипломной работе университета. Это самое главное. Вот, они представлены на планшетах внизу. Вот, они такие немного в шустревой форме, но тем не менее они достоверные. То есть по ним действительно можно попасть в университет. Ну, вот это, собственно. Все, спасибо. Спасибо. Я сказала, какие-то вопросы? Я попрошу, что у вас такой паттерн, вот эти, ну, что? Зинозак, да, паттерн, конечно. А, зинозак. Да, зинозак это, ну, как фирменный орнамент. Ну, мы сказали, что это серийный элемент. Просто у вас везде ручная графика, а вот этот зинозак вот такой вот прям совсем компьютерный, да? Вот из каких соображений вы сменили? Хотелось бы немного, хотелось бы немного вот эту свободную графику кто-то тянить, чем-то таким, ну, более, ну, схематичным, серьезным, таким вот. Потому что на план, вот, он крупноват, да, к вашей графике, вот, если бы он был миленький, на главу, видите, смотрите, его вот масштабировать, более-менее. Понимаете, что он прям, как будто из другой серии, он прям на себя очень много берет, да, и даже от логотипа берет, от логотипа, яркий, черный. Видите? Ну, вот, когда я начала разрабатывать логотип, я очень много раз его переделывала, вот, и я уже разработала графику, и знак ветров не представляет, это не история создания, а, собственно говоря, Это идеологически, так сказать, на основе чужого знака. Имеет право быть. Строение в антиклантинку с изменением на звание. То есть, как сатурский право-то? Ну, он же совсем вообще не такой, как лондонский. То есть, вы добавили сгонсиленку? Я, во-первых, вот эту плашку, на которой название, она в многу раз увеличена. Потом внутри раскладывается графика и окантовка, вот, по-своему. Просто вы аккуратнее, потому что вы, как вот, простой дизайнер, да, какие-то крупные компании, вы, знаете, есть, как бы, топ-лигаристов, и так далее. Вы же до конца жизни не рассчитаетесь, да. Вы можете вдохновиться, да, такими-то вещами, но не что-то это обозначает. Или, наверное, так буквально. То есть, вдохновиться и... И буквально копировать это разное. Но ведь если бы я вам сказала, вы бы вот подумали, что это... Просто это нет. Понимаете? Нет, я бы подумал. Я бы еще сказал, что он после преобразования стал похож на Nissan. Японские автомобили Nissan. Но просто не стоит рассчитываться на то, чтобы он ничего не снисал. Аня, цель график, который внизу Фриза, по-моему, вы ее как-то не используете? Да, вот я думаю. Кроме вот этого элемента, что у вас, куда ты еще... Да, цена будет информативной, вот в рекламе. То есть это по графику, которая показывает, как туда... Да. ...поедать, да. ...и что увидеть. Потому что в Педерико, они, как бы, приезжают в чужую страну. Им страшно. У них нет друзей, они не знают языка. Им нужно как-то показать, хотя бы, какие-то, ну, самые простые, там, даже пункты назначения, куда они, так, куда они могут доехать. Причем карты вы не даете? Самой карты нет. Это вот как бы вместо карты. Они там рядом стоят. Это что если вы подметили, если вы делали, что-то ничего не делали. Как у нас сайта, понимаете? У нас сайта. А у нас сайта есть карта? Ну, у меня здесь только остатки в странице. Что вы думаете, цель, функция, вот, мифографика, которая не дает привязку к местности? Ну, там все прям прописано, там действительно по ней можно, ну, проехать. До какого вокзала, там, доехать, сколько времени, пути. Какой состав? Сайта 41, Манжета 1, Yeo, Yelow 14 и 5. Значит, вот 1% Манжета. Какой роль играет в вашей серии? Когда они выполняли, как, не знаю, йогурт, воду, стакан воды? 1% вообще у них не печатается, когда они не печатаются. То есть, конечно, они получаются с ответом. Так же 3%. Друзья мои, у меня вопрос еще какой. Скажите, у вас все-таки поток? Да. Мы потокали, какие девчонки. Да, какие. Сейчас скажу. Во-первых, помимо высшего образования и образования, языковые курсы, школьные курсы. То есть, там очень много программ. Просто я обозначила конкретно целую аудиторию и вот сделала ставку на именно высшие отзывы. Могу просто просто комментировать на промежуточных просмотрах. Она сказала, что это не Украина. Она собирается выйти дальше воплощать. Это реальная компания. Да. Соответственно, владельцу. Хочется просто пожелать украинских, опять же, у нас целая украина. Для этого украина. Да. И для этого украина, да. Украинцев, наиболее, чтобы украинские, 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 украинские. Да. А вот скажите, есть только вопрос. Вот принцип размещения отзнашенных и коммуникаций по церквям слева, справа. Вот смотрите, вот эти, там вот фуанк, видимо, и еще какие-то правый, правый фуаншель фуанк, и вот слева и справа. И у одного по центру, у одного по центру, у другого слева, у другого справа, видимо там. Ну, как-то вы задумывались над этим? Да. Да. Ну и как же. А, вы все задумывались. Тогда хорошо. А вот потом еще из этой серии вопрос. Вот этот паттерн, как вы сказали, ферменный орнамент, все-таки он должен использоваться горизонтально или вертикально? Вертикально. А там случайно получился вертикальный. Понял. А вот какое-то изделие, я просто не вижу, правое, верхнее. А почему нет? Вот, горизонтально. Так, нет, полоса-то там в целом, вы смотрите, полоса идет. А, ну, полоса идет так, ну, ну, сам орнамент же не поймал. Полоса-то там вертикальная, получается, горизонт, горизонт, бах. А там внутри-то уже, ребята, вот так, вот хорошо. Но кривы тоже идут к орнаментам. Письмо там впечатаны. А. Ну, просто у вас не натуральная величина или как-то есть. А? Не увеличенная величина. Ну, вот зря это. Никогда не делайте вот. Не делайте никогда вот эти вещи очень натуральной величины. Ну, и каким кеглем там вот в натуре запечатано. Я к тому веду, что там очень свободно все расположено, любой, любой. Вот, кто сталкивается с фланком, обычно заказчик говорит, слушай, дизайнер дорогой, а где мне письмо-то печатать? У вас там сверху немало откушено для знака, и снизу еще патрон идет. Вот меня интересует, сколько там можно поместить текста там? Каким кеглем? Потому что меньше 12-го писать письмо неприлично. Я думаю, там все подружно. Да. Ну, пора. А, это уже запущена программа, да? Пока еще нет. А, сама компания, да, она существует. Вот. Для нее я заварчивала. Я закутала в интернете, а продаешь. Нет, у нас появилось просто два, две ссылки. Одна из них была какой-то смарт-прозекция. Нет. Именно с maps.com. Нет. У maps.com. У компании есть сайт, но не я. Понятно. У компании не было фирменного стиля. Да. То есть, мы ее же возникли. Я, конечно, спросила о своей работе. Ну, учтете рекомендации, конечно. Можно лицензии переходить? Прицензии. Прицензии. Сделан дипломная работа отвечает всем предъявленным требованиям, но заслуживает итог и оценку. Дипломница смогла выбрать в себе задачу по ключу, успешно справилась с выборной темой. Студентка воротная достойна присвоения ей по инфекции и графический дизайнер. Спасибо. Ну, и вот, руководитель Александрович. Ну, и вот, руководитель Александрович. Очень просто. Спасибо. Ну, хотел сказать, что действительно она взяла проект достаточно, скажем так, реальный, и это, конечно, накладывало определенную степень ответственности, потому что это не просто как только защита, но и дальнейшая жизнь этого стиля. И в процессе создания, конечно, нужно было учитывать все эти моменты. На мой взгляд, оно показало свои профессиональные навыки достаточно высоким уровнем. При большой конкуренции, скажем так, и в больших вариациях стиль образующих в мире по данной тематике, она смогла найти какое-то свое определенное лицо. Ну, скажем так, если есть моменты, которые могут быть кому-то близки, кому-то нет, то, на мой взгляд, это достаточно своевременное и правильное решение этой темы. Оно, во-первых, понятно молодым людям, она легко воспринимается, нет в этом какого-то определенного процесса с одной стороны, с другой стороны. Она достаточно классична с точки зрения того гамма. Вот, поэтому это вещь, которая, в общем-то, не будет никаким образом будущих студентов как-то пугать, наоборот создавать, а правильную атмосферу. Поэтому никак все у вана это, в общем-то, удалось. Есть, конечно, моменты, которые при дальнейшем развитии этой компании они могут иметь как определенное, так сказать, развитие, доработку. Но это нормальная составляющая любого проекта, который в дальнейшем с точки зрения реализации и развития проекта реализуется как бы с точки зрения дизайна. Поэтому здесь заложена хорошая основа. Мне кажется, у вана это очень хорошо получилось. Она показала себя и как творческий человек, и как персонал. Она показала свои возможности, на мой взгляд, в этом проекте максимальные. Мне кажется, она только не удалась. Спасибо. 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 Спасибо.